СМИ принять участие в пресс-конференции. Аккредитация на пресс-конференцию будет открыта до 12.00 московского времени, 15 января. Анонс уже размещен на сайте Министерства иностранных дел России, а также в официальных аккаунтах Министерства иностранных дел в социальных сетях. Так что приходите, будет интересно. Я хочу обратить внимание, что пресс-конференция будет проводиться в очном формате. Так что ждем на Смоленке. Итак, переходим к актуальной международной повестке. Конечно, я начну сегодняшний брифинг с ситуации, вызванной в очередной раз авантюрами США и Британии. В данном случае речь идет об их ударах по Йемену. По имеющейся информации, в ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией, во главе США и Британии, нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена, контролируемой хусидским движением «Ансар-Алла». В частности, сообщается о бомбардировках районов аэропортов Саны, Хадейды, Таиза, порта Миди в провинции Хаджа. Реагируя на эти атаки, хусиды заявили о намерении нанести ответные удары по американским объектам в регионе. Подтвердились наши опасения о том, что позиция США в Совете безопасности ООН по Красному морю лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников. Масштабная военная эскалация в районе Красного моря может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока. Как мы и предупреждали, для оправдания своей агрессии англосаксы пытаются использовать принятую накануне с их подачи под предлогом обеспечения безопасности судоходства в Красном море резолюцию 2722 Совета безопасности ООН. Такими абсолютно нечистоплотными и идущими в разрез международному праву методами американцы пользуются давно. Все помнят, к чему привела осуществленная ими силовая авантюра в Ливии, в Ираке. И я также хочу напомнить, что для развязывания этих самых преступных действий также использовались извращенные интерпретации решений Совета безопасности ООН. Народы этих стран и всего региона до сих пор ощущают разрушительные последствия незаконных военных интервенций Вашингтона и его подручных. Мы призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата Организации Объединенных Наций нападения на Йемен. Разделяем высказанные нашими региональными партнерами, в частности из Саудовской Аравии, озабоченности и призываем к активизации международных усилий в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации. Исходим из того, что данная авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Руководствуясь таким пониманием, мы потребовали срочного созыва заседания Совета безопасности ООН, с трибуны которого будут озвучены наши принципиальные оценки этих противоправных действий. Переходим к другому региону мира, но проблемы там те же самые. Вот эти самые нелегальные коалиции, которые сколачиваются Соединенными Штатами Америки и Британии, несут разрушение по всей планете. Вы, наверное, догадались. Сейчас об Украине. На протяжении 2023 года киевский режим продолжал, как мантру, повторять тезис о некой священной миссии Украины по защите так называемого демократического мира. Постоянно требовал от Запада увеличения финансовой и военной помощи. Эти призывы, как вы понимаете, не остались без ответа. США и Европейский Союз заставили собственных налогоплательщиков потуже затянуть пояса, раскошелиться на нужды тех, кто, как они говорят, на поле бой якобы кует победу над Россией. Это же все та же самая авантюра, которая началась много лет назад. Да что там, десятилетия назад, с незаконных переворотов на Украине, антиконституционных майданов, разрушения только нарождающейся государственности Украины, ее суверенитета. Кто же это все делал? США, Британия, которая тогда всходила в Евросоюз. Ну и, конечно, то самое ядро ЕС, которое мы называем коллективным Брюсселем. Однако предвкушение так называемой «скорой перемоги» сменилось послевкусием провала контрнаступа. В итоге попытки любой ценой поддержать насквозь прогнивший и погрязший в масштабной коррупции режим Зеленского обернулись серьезными внутриполитическими и экономическими проблемами. Давайте прямо скажем коллапсом во многих ведущих западных странах. В Западной Европе, да и, собственно, в Америке тоже, все чаще стали звучать голоса о бесполезности чрезмерных трат на Украину. Кроме того, люди просто стали задумываться о том, какова истинная сущность правящей украинской верхушки, которая захватила власть почти 10 лет назад путем кровавого вооруженного пуча при непосредственном участии западных режимов Вашингтона, Лондона и коллективного Брюсселя. Ни о каком форпосте демократии, как его тогда называли, речи не идет. В Украине царит правовой беспредел. Подавляется любое инакомыслие, я не говорю уже о какой-либо политической оппозиции. Ведется борьба во всех смыслах со свободой слова, вероисповедания, да совести, в конце концов. Редактор субтитров А.Семкин Действует жесточайшая цензура и обыденностью стали репрессии, внесудебные расправы. Фактически Вашингтон, Лондон и Брюссель взрастили на Украине агрессивную националистическую, неонацистскую по своей сути диктатуру, единственной задачей которой, и это, кстати, уже и не скрывается, стало нанесение России, как они говорят, стратегического поражения. То, что разрушена сама Украина, это уже дошло до западных стран. Только пока еще не имеет возможности быть зафиксировано официально. Разумеется, мы не можем допустить существования у своих границ такого источника угрозы для безопасности нашей страны и наших граждан. Пока западные столицы изощряются в попытках вытрясти из сограждан все новые деньги для киевских нацистов, режим Зеленского на ранее полученные средства продолжает вершить свои привычные черные дела, занимаясь демагогией, грабежом, массовыми убийствами. При этом призывают Европу, как они формулируют, преподать урок России и агитируют интенсивнее накачивать Украину натовским оружием и передать ей наворованные российские активы. Агрессивная риторика киевского режима сопровождается совершением заранее спланированных терактов против гражданского населения нашей страны, да и собственной страны тоже. В конце декабря 2023 года, начале января 2024 года, Белгород, Донецк, Горловка, другие российские города неоднократно подвергались варварским ударам украинских неонацистов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Напомню, их ведь поставил Запад. Трагическим для жителей Белгорода стал 30 декабря, когда центр города подвергся массированному обстрелу ВСУ. Это привело к большому числу жертв среди мирного населения. В Белгороде, Белгородской области за несколько предновогодних дней погибли 29 человек, ранены 129. Повреждено порядка 150 частных и около 100 многоквартирных домов. Погибшие и ранены от ударов бандеровцев есть и среди населения ДНР, других российских регионов. Причастные ко всем этим преступлениям будут обязательно установлены и понесут заслуженные наказания. Ну, конечно, возмущая циничное игнорирование Западом преступных террористических деяний киевского режима, его угроз расширить географию применения подобных практик на другие мирные города России. Посмотрите, никто из американских или европейских, ЕСовских, НАТОвских представителей не решился судить кровавое варварство киевского режима, совершённое предновогодним Белгороде, других регионах. Молчат все. Вашингтон, Лондон, Брюссель. Может быть, отреагировали каким-то образом профильные международные организации, те самые структуры на их площадках, которые получают за это огромные деньги, за то, чтобы фиксировать подобные преступления и их осуждать. Но нет. Руководство Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, а я напомню, это их прямая обязанность отслеживать и реагировать на подобные факты, также отмолчались или отделались скупыми призывами общего характера. Опять не знают, видимо, откуда летят эти снаряды. Опять не знают, кто их поставляет. Опять не знают, кто спонсирует киевский режим. В странах Евросоюза пошли ещё дальше, а лучше, наверное, сказать, пали ещё ниже. Министерство иностранных дел Франции звало убийство мирных жителей в Белгороде. Прямая цитата. «С законным правом на оборону Украины». А представитель Европейского Союза, Стана, и вовсе заявил, что не стоит доверять, прямая цитата, никакой информации, приходящей из России. Ничего себе. Такие заявления свидетельствуют об отсутствии у ЕСовских, НАТОвских политиков, еврочиновников, контраргументов, да и элементарной порядочности. Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей. Даже если это выходит вот так кощунственно и кроваво, вывод напрашивается сам собой. Толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна. Наметившееся ощутимое сокращение финансовой и военной помощи Запада побудило Зеленского отправиться 10 января в концертный тур по прибалтийским странам, которые в своем русофобском угаре готовы на всё ради продолжения киевским режимом боевых действий против России. Очевидно, Вашингтони решили таким образом переложить бремя собственных расходов по содержанию Украины на своих безропотных европейских сателлитов. Людей в Европе, в Европейском Союзе, в НАТО давно не спрашивают. Для этого там готовили пару десятилетий так называемую евробюрократию, которая, собственно говоря, и составляет костяк режимов и вообще подмяло под себя всё государственное устройство, полностью зачистив любые демократические проявления, как в госустройстве, так и в обществе в целом. Денег, судя по всему, там тоже не осталось или осталось не слишком много. Наиболее щедрой оказалась Эстония. Руководство этой страны обещало выделить на нужды ВСУ 1,2 миллиарда евро и предоставить на эти цели Киеву в течение четырёх лет 0,25% эстонского ВВП. В Литве ограничились предоставлением нового транша в 200 миллионов евро военной помощи, но мелкими частями. В Латвии пока отчитались о том, что потратили на Украину уже 595 миллионов евро, но новых сумм пока конкретно не назвали. Вот подвёрствано как такому полноформатному шоу Зеленского и решение, которое было принято накануне в Латвии. Как вы знаете, 11 января Сейм этой страны в окончательном чтении принял законопроект об экспроприации культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге. Я напомню, это экспроприация не своего в Латвии. Это экспроприация объекта не латвийской собственности, частной, общественной или государственной. Это собственность правительства Москвы. Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, как кражу, как воровство в государственном масштабе. Мы говорили о том, что всё это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобные беззакония полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Повторяем, шаги российской стороны будут жёсткими и крайне болезненными для Латвии. Большие надежды в окружении Зеленского возлагают на его участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском «Довосе». Напомню, он пройдёт с 15 по 17 января. На Банковой и не скрывают планов уговорить крупных мировых бизнесменов раскошелиться на новые военные кредиты. Взамен будет предложено буквально всё. Земли, природные ресурсы, недры Украины. Они бы предложили людей, но, правда, их уже не осталось. Потому что режим Зеленского убил граждан Украины. Если потребуется, я уверена, Зеленский может пустить и саму Украину с молотка. А чего уж? Больше там ничего не осталось. 1 января на Украине, так, знаете, по-тихому, без традиционных факельных шествий, отметили 115-ю годовщину со дня рождения Бандера. Возможно, кто-то скажет, ну вот, наконец, одумались, поняли, что факельные шествия – это плохо, а Бандера – это ещё хуже. Да нет. Тут причина, как вы понимаете, другая. Значительная часть почитателей Бандера из числа таких самых активистов националистических организаций нашла бесславный конец, как там говорят, на фронте. Что же с теми, кто остался в живых? Первая часть находится в Европе. А вот те, кто остался, свои так называемые принципы разменяли на свою так называемую безопасность. Они же понимают, что их с этих самых факельных шествий прямиком мобилизуют на фронт. А вот и всё. А вот так там отстаивают, как они называли, истинные ценности. Примечательно, что 1 января украинские средства массовой информации сообщили о ракетных ударах по Львову, в результате которых получил повреждение университет, в котором учился Бандера. Дотлас горел мемориальный музей Шухевича. И вот что интересно, один из местных жителей сдал бюст Шухевича и ещё ряд экспонатов уничтоженного музея. Не поверите, не на сохранение, а на металлолом. А знаете почему? Во-первых, потому что они знают, им больше никто и никогда не позволит восстановить музеи неонацистам. И второе, а вот это и есть псевдоценности. Это и есть истинное отношение людей к Бандерам, Шухевичам. При первой возможности граждане Украины их утилизировали. Просто до этого такой возможности у них не было. Они же знали, что режим Зеленского с ними за это сделает. Правильно. Вот этим новым так называемым героем Украины, Шухевичам, Бандерии и им подобным, действительно, место на свалке. Не только на свалке истории, а фактически на свалке. Но действительно остаются там люди, которые искренне дорожат священной памятью своего народа. Памятью тех, кто защищал его от нацизма в годы Великой Отечественной войны. Кто сопротивлялся всему тому угару, который наблюдал на протяжении десятилетий. В начале января стало известно о том, что жители села Пушкино в Закарпатье отказались сносить памятник советскому солдату и постамент воинам-носельчанам. Единогласное решение было принято на общем собрании жителей села в конце 1923 года. Мы, кстати говоря, уже говорили об аналогичных действиях. Это не просто действия, это подвиг людей, которые, несмотря ни на что, ни на угрозы, не на просто угрозы и запугивания, а настоящее сталкивание с вот этим вот тоталитаризмом в виде похищения людей, в виде их задержаний и так далее, и так далее. Это настоящий подвиг. Все это говорит о том, что как бы ни старались киевские нацисты, им не удастся сломить волю людей и навязать им чуждую античеловечную наунацистскую идеологию. 7 января жители Украины, несмотря на препятствия, которые чинит режим Зеленского, отмечали православное Рождество. Да-да, вы не ослышались, именно 7 января, вопреки всем этим указам, приказам и распоряжениям, которые были отданы киевскорежимными наунацистами о переносе праздника для того, чтобы быть как на Западе, службы в храмах проходили при большом количестве людей, в то время как навязанный Киевым перенос этого праздника на 25 декабря ознаменовался пустыми храмами. Не задалась и попытка властей заставить праздновать крещение по новому стилю 6 вместо 19 января. Судя по публикациям СМИ, очередей из мирян перед купелями не наблюдалось. Все это говорит о том, что украинцы не намерены отказываться от собственных корней и вековых традиций и не готовы принять навязываемый им православный политический проект Вашингтона и Константинополя в виде так называемой православной церкви Украины. Все перечисленные факты подтверждают актуальность задач специальной военной операции по деноцификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории. Как заявляло российское руководство, они будут выполнены. Но я еще хотела бы сказать несколько слов о престолом киевском режиме. Он стремится, как вы знаете, задушить любой инакомысль не только у себя на территории, но и занимается террористическими актами в отношении представителей средств массовой информации, общественных деятелей, экспертов за рубежом. Вот все те, кто пытаются озвучить неудобную, горькую для нынешней Украины правду, они становятся потенциальными или фактическими жертвами этих самых террористов, которых спонсирует киевский режим. А он, я имею в виду киевский режим, прибегает к самым подлым методам и психологического террора в отношении инакомыслящих, и террора фактического. Действия руками своих пособников пытаются запугать, затравить, в первую очередь, освещающих специальную военную операцию на Украине российских военкоров, видных представителей средств массовой информации. На них буквально объявлена охота. И очередной целью таких показательных акций на этот раз избран отечественной журналистой-блогер Трофим Татаренков. Как вы знаете, в отношении него совершено противоправное деяние группы лиц, завербованных украинскими спецслужбами. Все подозреваемые задержаны. Следствие установит меру их ответственности. Виновные понесут справедливое и неотвратимое наказание. Мы уверены, что скоро будут выявлены и заказчики этого преступления. А любые попытки заставить замолчать, несогласных с кровавой политикой режима Зеленского, подобными противоправными с юридической и... Я уж про морально-этическую сторону не говорю. Способами изначально обречены. Вот, кстати, вопрос. Кто-то что-то слышал, например, от представителя по свободе слова и безопасных журналистов ОБСЕ на этот счет? Нет? Может быть, что-то Организация Объединенных Наций устами своих представителей и спецдокладчиков сказала? Нет? Может быть, кто-то из профильных международных неправительственных организаций, которые отслеживают буквально каждый вздох на НИВЕ средств массовой информации и журналистики? Кто-то что-то, может быть, из них сказал? Ведь они реагируют буквально на все. Нет. Почему? Потому что мы много лет... Вот это лицемерие Запада говорили о том, что да, есть с точки зрения Запада права человека. Только есть они у того человека, который западные тоталитарные демократии считают своим человеком. Для всех остальных людей прав с точки зрения Запада не должно быть. Уже очевидно, что подобное преступление носит не просто криминальный характер, но вполне укладывается в русло практикуемых киевским режимом и вербуемыми им агентами террористических методов. Я еще раз хочу подчеркнуть. Квалификацию даст правоохранитель. Безусловно, наши правоохранительные органы, наши судебные органы дадут этому правовую оценку. Но мы сейчас говорим о тех методах, которыми руководствуется киевский режим. Это, безусловно, методы террористические. Хочу напомнить, что попытки оказания психологического давления на журналистов, воспрепятствования их деятельности противоречат не только российскому законодательству, но и общепризнанным принципам и нормам международного права. И мы призываем профильной международной структуры дать этому соответствующую оценку. Теперь о ситуации в Молдавии. Вызывает сожаление, что власти республики по-прежнему упрямо следуют откровенно недружественным антироссийским курсам, которые приобретают все более дикие формы. Причем делается это все не только вопреки истории двусторонних отношений и связей между нашими странами и народами. Не только вопреки интересам региона, но и в первую очередь вопреки интересам самой Молдавии и народа этой страны. Официальный Кишинев остается уверен линией на подавление свободы слова и любого инакомысля. Несмотря на то, что с конца 2023 года в стране перестало действовать чрезвычайное положение, власти не спешат отменить решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете вещания русскоязычных телеканалов, лицензии которых были отозваны, напомню, в 1922-1923 годах. При службе правительства Молдавии это объяснили прямая цитата. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я сейчас цитирую официальное заявление пресс-службы правительства Молдавии. Еще раз. Отключение каналов объяснили прямая цитата заботой о ментальном здоровье зрителей. Ну, в общем, история знает подобное объяснение. С такого рода проблемами сталкиваются, по-моему, сами авторы подобных агиток. Видимо, выскаженным пониманием молдавского руководства заботой о, как они говорят, о ментальном здоровье граждан является ежедневный поток бездоказательных обвинений в адрес России, ретрансляция правовластными каналами лжи якобы независимых западных и украинских СМИ о специальной военной операции, а также пропаганда чуждых гражданам неолиберальных ценностей. Похоже, что эта забота, как еще раз говорю, говорит правительство Молдавии о ментальном здоровье зрителей, лежит и в основе политики молдавских властей, направленной на разрыв деловых, гуманитарных, человеческих связей молдаван с Россией. Проявляется это прежде всего системной дискриминацией въезжающих в Молдавию российских граждан, которые подвергаются буквально издевательствам, унизительным обыскам, за которыми часто следует необоснованный отказ от пересечения границы. Ежедневно речь идет о десятках подобных случаев. Нередко разделяются семьи, когда матери, дети могут вернуться в Молдавию, например, а их отцу или мужу запрещают въезд в эту страну. Видимо, молдавские власти исходят из того, что свободный въезд в Молдавию российских граждан, даже тех, кто там проживает, постоянно живет, представляют угрозу, опять же, это их формулировка, ментальному здоровью молдаван. Реальная подоплека антироссийской политики официального Кишинева самим гражданам Молдавии понятна. Политологи, эксперты страны открыто говорят о том, что ее цель превратить Молдавию в часть агрессивной антироссийской периферии Евросоюза и НАТО. Ничего из бонусов, которыми наделяются страны-члены Европейского Союза в экономической, гуманитарной сфере, Молдавия никогда не получит. Но зато станет плацдармом, который будет использоваться как бы для разрушения России, нанесения стратегического поражения, как это формулируют в НАТО. А на самом деле произойдет все то же самое, что происходило до этого с другими странами, которые шли этим путем лжи и самообмана. Произойдет разрушение самой Молдавии. К сожалению, если руководство в Кишиневе сейчас и режим Санду не одумается и все-таки не вспомнит, что несет ответственность перед своим народом и за свой народ. Неслучайно действия властей по подавлению Накомысля сопровождаются активной накачкой Молдавии натовскими вооружениями. Нет. Ни деньгами на развитие сельского хозяйства Молдавии. Ни средствами на обустройство науки и промышленности. Ни возможностями для предотвращения терактов, борьбы с инфекциями, противостояния, противодействия пандемии. Нет. Накачка идет вооружениями. В 2023 году в Республику из Германии поставлено 19 бронетранспортеров «Пирания». Из Франции поставлено снаряжение, оружие, боеприпасы, оборудование, а также радар для контроля воздушного пространства. Анонсировано начало консультации с НАТО по переходу с 2025 года на индивидуальную программу партнерства. В планах Кишинева на текущий год – приобретение ракет для перехвата воздушных целей. А предложили альтернативу мирного развития, торговли с нашей страной, развития гуманитарной, образовательной, научной сферы или вот этого самого бесконечного противостояния, на что толкает коллективный Запад всех, кто забывает об интересах собственного народа. Проллельно продолжается строительство новой военной базы в поселке Бачу, недалеко от Кишинева. И при этом большинство жителей Молдавии не согласны с политикой властей, что подтверждают недавние опросы общественного мнения. Так вот, согласно этим самым опросам общественного мнения, идею сближения с НАТО поддерживают около четверти респондентов. А 58% считают проводимый руководством страны деструктивный курс в корне неверным. Я не понимаю. Ведь Санду пришла со словами о демократии. Демократия — это власть большинства при уважении мнения меньшинства. Здесь не учитывается мнение большинства. Здесь нету места даже уважению, не то что учету, а просто уважению к мнению ни большинства, ни меньшинства. Здесь есть оголтелая политика по навязыванию людям, чуждой им точки зрения. Где-то — переламливание национального самосознания граждан Молдавии. Где-то — навязывание им через экономические и другие рычаги чужой политики. А где-то просто делается это насильственно, путем запугивания, путем репрессий и так далее. Хотела бы еще раз подчеркнуть, Россия никогда не представляла грозу большинству молдавскому народу, который это видит, который это, кстати говоря, понимает и чувствует. В этом залог того, что любые попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм, по примеру, Украина и Прибалтики, обречены на провал. Еще несколько, на мой взгляд, крайне тревожных новостей. Речь идет о том, что в декабре 2023 года Берлин и Вильнюс подписали соглашение, в соответствии с которым военное присутствие Бундесвера в Литве будет доведено до уровня бригады. Развертывание контингента начнется в 2025 году. Достижение оперативной готовности планируется к 2027 году при условии создания литовцами необходимой инфраструктуры. Дислокация в районе полигона Рудниненькай и Врукли. Бригада в составе практически 5000 военнослужащих и 200 гражданских специалистов будет находиться в Литве на постоянной основе. Как только бригада достигнет оперативной готовности, НАТО намерен передать под ее командование боевую тактическую группировку, которая сейчас действует в Литве. Таким образом, форсированными темпами идет наращивание сил и средств НАТО на восточном фланге. Делается это как на коллекционной, так и на двусторонней основе. Кроме того, в текущем году на территории прибалтийских государств будет проведена серия военных учений, сценарии которых предусматривают так называемую подготовку к крупномасштабному конфликту. Еще раз хотели бы отметить, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских гранит носят провокационный характер. Это ведет только к эскалации военной напряженности, а не к ее снижению. Причем западные политики пытаются убедить обычных европейцев. Ну и, конечно, по классике. Теперь Европейский Союз, не поверите, обвиняет Россию в своих миграционных проблемах. Неконтролируемая иммиграция и недостаточная интеграция мигрантов в последние несколько десятилетий стала буквально токсичной комбинацией для многих европейских стран. Я напомню, многие граждане этих самых стран задавали вопросы своим режимам, своим политикам, зачем так ведется миграционная политика, зачем сотни тысяч, а иногда даже миллионы граждан других стран с других континентов буквально рекрутируются намеренно без какой-то программы миграционной вовлеченности в жизнь тех или иных стран. И к чему все это приведет? Такие голоса не были услышаны, их просто подавляли, их называли по-разному и обзывали, их маргинализировали. А теперь, когда страны Европейского Союза в полный рост столкнулись с проблемой, которую не могут не то что решить, а даже контролировать, нужен был виновный. Эту ситуацию усугубили откровенные внешнеполитические авантюры, на которые Европейский Союз подбивали США, Британия. Я хочу напомнить, что тема нелегальной миграции особенно обострилась после того, как НАТО разбомбило Ливию. Это был 2011 год. Однако США и их союзники упорно продолжали разжигать все новые военные и межэтнические конфликты. Они бесцеремонно вмешивались во внутренние дела независимых государств и в отношениях мира. Именно коллективный запад спровоцировал многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, потом Украины и многих других стран. А сейчас они начали бомбить Йемен. Как вы думаете, к чему это приведет? Сегодня всему миру стала очевидна деструктивная роль Запада в рамках нынешней эскалации Палестино-Израильского конфликта. Та самая американская авантюра по единоличному управлению этим регионом, которая в очередной раз привела к страданиям миллионов людей. И палестинцев, и израильтян. У них разные оценки будущего, у них разные политические взгляды, у них разная вера. Но причина их бедствий одна. Это гегемонизм того самого Вашингтона, который возомнил себя исключительным. И обещал мир, процветание и благополучие и Израилю, и всем странам Ближнего Востока и Северной Африки. И вот к чему все это привело. И так в каждом регионе мира, в каждом. Возьмите Африку, возьмите Ближний Восток, возьмите Европу, возьмите Азию, возьмите Латинскую Америку. Везде одно и то же. Там, где появляются представители Белого дома с пакетами булочек, печеней и обещаниями скорого благополучия, в обмен на ресурсы, в обмен на суверенитет, в обмен на независимость, жди беды. Бывает сразу, бывает с отложенным эффектом. Мы не раз... Да, и конечно, после всего того, что произошло с Европейским Союзом в связи с миграционной проблемой, срочно, буквально сейчас, понадобился виновный. Мы не раз публично подчеркивали, что когда западные страны обвиняют Россию в причастности к миграционному кризису, они просто пытаются уйти от ответственности за содеянное. Так было в 21-м году в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, когда польские пограничники буквально перепробовали все методы воздействия, раскопившихся вдоль границ миграда, чтобы не пропустить их на территорию ЕС. И вообще не заботились ни о жизни, ни о здоровье, ни о правах человека. Теперь вот власти Финляндии перекрывают контрольно-пропускные пункты на скулопотной границе с Россией якобы из-за неконтролируемого потока беженцев. А до этого они контролировали эти потоки беженцев? Может, они с Германией спорили, которая, посчитав, что ей это выгодно, это было при Меркель, запустила в страну сотни тысяч мигрантов? Как и любая... Нет ничего плохого в миграционной политике, когда это политика, когда это программа шагов и действий, когда это предполагает кропотливую, ежедневную работу на несколько десятилетий по интеграции людей в жизнь страны и общества, когда на это выделяются огромные деньги, когда этому обучаются госслужащие, чиновники, когда ведется сбалансированная внутренняя политика на этот счет, тогда есть шанс на то, что общество будет развиваться стабильно на этом направлении. А когда просто для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня в Германии, вчера, сегодня, завтра, требует, буквально требует выхода из намечающегося кризиса, просто видит даровая рабочая сила, и для этого без расчета, без учета гуманитарного, международного права принимаются такие шаги, опять же, с дебидой, а потом надо будет опять кого-то обвинить. И опять расскажут про русских хакеров и вмешательство России якобы во внутренние дела этих суверенных стран. Как и любая другая антироссийская информационная компания, обвинение в адрес России в связи с причастностью к миграционному кризису в Европейском Союзе основывается на многочисленных фейках. Эффективнее всего разоблачить эту дезинформационную компанию помогут конкретные факты. Так вот, я хотела бы кое-что из этого привести. По данным Агентства пограничной и береговой охраны Европейского Союза, Frontex, это не российская структура, это западная структура, это структура Европейского Союза. С января по октябрь 2023 года было зафиксировано более 330 тысяч случаев незаконного пересечения внешней границы Европейского Союза. Наиболее проблемным традиционно остается центрально-средиземноморский маршрут свыше 143 тысяч человек, следом западно-балканский, это более 97 тысяч человек, восточно-средиземноморский 45 тысяч человек, западно-африканский 28 тысяч человек. Речь идет о сотнях тысяч незаконных мигрантов. На контрасте приведем статистику по российско-финской границе, которая как бы стала буквально коллапсом ситуации на миграционном направлении для Европейского Союза. Согласно данным УВКБ ООН и миграционной службы в Финляндии, границу страны России в ноябре пересекли чуть более 800 человек. Ну вот просто сравните. 800 человек, это российско-финляндская граница, и 330 тысяч человек. Что угрожает безопасности Европейского Союза? 330 тысяч человек за 23-й год с разных сторон пришли на территорию Европейского Союза нелегально. И 800 человек пересекли границу с Финляндией, со стороны России, в поисках убежища, в поисках, я не знаю, возможностей для выживания и так далее. Я не берусь сейчас судить о том, имеют они на это право, пришли ли они с документами и так далее. Мы давали на этот счет наши оценки. Но уж точно не 800 человек на российско-финской границе угрожают безопасности Европы, которая, я имею в виду Европейский Союз, впустила на свою территорию 330 тысяч только за прошлый год. Страны происхождения мигрантов, это Сомали, Сирия, Йемен. Из них 415 случаев зафиксировано на юго-восточных пропускных пунктах, на тех погранпереходах, о закрытии которых финны заявили в первую очередь. Как видите, ни о каком неконтролируемом потоке мигрантов с российской территории речи вообще не идет. Это очередной пример двойных стандартов Запада или вообще отсутствие стандартов. Хотел бы еще одну деталь вам привести. 21 декабря МВД Финляндии объявило, что власти страны будут выплачивать 5000 евро беженцам, если они примут решение добровольно вернуться домой в течение 30 дней. Подобные процедуры существовали и раньше. Кстати говоря, что это? Решение миграционного вопроса? Или что? Или попытка финских властей откупиться от тех, кому нужна помощь? И кто пришел, ориентируясь на призывы того самого коллективного Запада, который под предлогом прав человека, гуманитарного спасения и, конечно, защиты демократии, разрушил их дома в их странах и регионах, и их континентах? А может быть, сразу той же самой Финляндии или тому же самому Европейскому Союзу, сразу до интервенций в страны, до бомбардировок стран, до оккупации стран, раздавать каждому гражданину этих стран по 5000 евро? Или просто передавать подобные суммы, исходя из численности населения, официальным правительством для решения вопросов с гуманитарного характера, с правами человека и так далее, с здравоохранениями и так далее, и так далее. Может так поступать? А не потом, когда люди приезжают к ним в поисках убежища, просто во исполнение обещанного коллективным Западом, давать им деньги, чтобы они только уехали. Чтобы решить проблему миграции, Европейскому Союзу нужно не искать виноватых, а всего-навсего устранить первопричину миграционных кризисов. Что же нужно для этого? Нужно подойти к зеркалу и увидеть там самих себя. Потому что находятся эти первопричины не в странах исхода, как их называют социальные антропологи, а как раз в западных столицах, где до сих пор царит философия белого человека, если выражаться на языке колонистов типа Киплинга. А если говорить с терминами политологов, то пока Запад не прекратит вмешиваться во внутренние дела стран мирового, большинство миграционные кризисы не закончатся. И к России это не имеет никакого отношения. Вот еще о борьбе с историей, а по сути о борьбе даже уже не с совестью, а о борьбе с самими собой. В Болгарии зафиксирована очередная атака против общей российско-болгарской истории. В центре Варны 10 января сброшен с постамента и поврежден бюст посла Российской империи в Константинополе 1864-1877 годов. Граф Николай Павлович Игнатьев, это российский дипломат, который внес неоценимый вклад в восстановление государственности этой страны после пяти веков иноземного ига. Местные власти уверяют, что памятник будет отреставрирован и возвращен на место, а личность хулиганов установлена. Мы очень надеемся на то, что это будет реализовано. К большому сожалению, новые вопиющие случаи свидетельствуют о том, что война с историческим наследием на болгарской земле лишь набирает обороты. В декабре в Варварске с демонтированным презрением к основополагающим, я имею в виду, вот этот демонтаж происходил с демонстративным презрением. То, как демонтировался монумент, говорило в принципе об элементах буквально уже расчеловечивания тех, кто стоял за принятием подобного решения. Так вот, с демонстративным презрением к основополагающим правовым нормам разрушен был мемориал советской армии в центре Софии. Многие граждане Болгарии пришли в ужас. До этого оставались, ну, если не безразличными, то, как говорится, равноудаленными к этой проблеме. Полагая, что, ну, как-то там само по себе все решится. Нет. Без защиты болгарами своей истории история Болгарии будет разрушена не кем-то извне, а теми, кто внутри Болгарии проповедует чуждой болгарскому народу ценности и псевдоисторическую реальность. Вы не поверите, но сейчас зазвучали призывы снести, пожалуй, самый популярный монумент Алешу в Пловдиве. Плетутся интриги вокруг памятника свободы на щипке. Подобный вандализм является одним из уродливых проявлений, развязанной на Западе и охотно подхваченной определенной политической частью элиты Софии, русофобской кампании, в основе которой заложен принцип в борьбе с Россией все средства хороши. Ставка делается на то, чтобы насильственным путем изменить сознание собственного населения, заразить его ненавистью, отравить отношения между народами. Но это, опять же, как и в ситуации с Украиной, и то, о чем мы говорим в контексте Молдавии, и очень многими другими странами нанесет ущерб непоправимой народу самой Болгарии. Продолжим, конечно, следить за российскими мемориальными объектами в Болгарии, реагировать на факты разного рода преступных посягательств. Плохо, что там не понимают, я имею в виду, опять же, часть политической элиты Болгарии, какой вред наносят сами себе, по сути, отворачиваясь от собственного прошлого и обесценивая его, обесценивая память своих же собственных героев. В угоду сомнительной конъюнктуре и чужому заказу. Вот в Сербии идут другие процессы. 28 декабря 1923 года в Белграде на старт проекту, посвященному российским регионам в Музее книг и путешествия «Одлигат» состоялась церемония, в ходе которой посол России в Сербии Александр Боцл-Харченко передал в дар музею предметы из 45 субъектов Российской Федерации. Будущая экспозиция познакомит сербскую публику с уникальными культурными и природными особенностями нашей страны и ее этническим многообразием. Директор музея Виктор Лазич, известный путешественник, коллекционер, общественный деятель, представляет девятое поколение сербской семьи, которая на протяжении более двух столетий собирает редкие книги и прочие объекты, относящиеся к культурам разных стран. И после длительной автомобильной поездки по России у него родилась идея создать на площадке «Одлигата» отдельное выставочное пространство, посвященное российским регионам. В целях пополнения фонда собранных лично экспонатов Виктор Лазич обратился в соцсети посольства России в Белграде. И результатом совместных СМИТ усилий стало поступление в Сербию по линии субъектов нашей страны книг и предметов народных промыслов, отражающих колорит историю и географию российских регионов. От Санкт-Петербурга на западе до Магаданской области на востоке, от Архангельской области на севере до Республики Дагестан на юге. Рассчитываем, что данная экспозиция в дальнейшем будет пополняться новыми предметами и еще сильнее сблизят наши братские народы. И завтра, 13 января, мы отметим День российской печати. Именно эта дата ознаменована выпуском первой русской газеты «Ведомости» о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве в иных окрестных странах. Напомню, она вышла в свет в 1703 году по указу Петра I, которого я, собственно говоря, и процитировала. С выхода этого издания началось формирование высокопрофессиональной журналистской и этики, и сообщества в нашей стране. Напомню, что сегодня официальный реестр Роскомнадзора насчитывает свыше 153 тысяч средств массовой информации в России. Хотела бы поздравить с профессиональным праздником всех журналистов, редакторов, издателей, корректоров, дизайнеров, верстальщиков, других специалистов, причастных к созданию газет и журналов, также работающих цифровых медиа. Высочайший уровень профессионализма, способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся иной раз сложнейшим условиям работы, в том числе находясь на переднем крае информационного фронта, рядом с военнослужащими армии России, вот что характеризует наши средства массовой информации. Вопреки беспрецедентному санкционному давлению, многочисленным цензурным ограничениям со стороны правительств, проводящих деструктивную политику в отношении нашей страны. Отечественные журналисты продолжают стойко наносить правду и смогли разработать новые форматы общения с аудиторией и внутри нашей страны, и с нашими соотечественниками за рубежом. Активно осваивая передовые технологии, повышая оперативность и объективность освещения событий в стране и в мире. А теперь я обращаюсь непосредственно к ним, к нашим журналистам. Вы выполняете и другую, не менее важную задачу. Обеспечиваете диалог между обществом, между органами власти. Вы способствуете формированию нравственных и мировоззренческих ориентиров. Мы ценим ваш труд. Мы выражаем глубокую благодарность за преданность своему делу и желаем дальнейших успехов и новых достижений на журналистском попыще. Неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и благополучия. Я понимаю, что заранее не поздравляют. Но, учитывая наши бескрайние просторы, все-таки вот-вот мы уже начнем отмечать всей страной этот важнейший праздник. Поэтому считайте, что это не заранее, а уже практически накануне. И, как говорится, есть и хорошие новости. С 1 января, как вы знаете, председательство в БРИКС пришло к нашей стране. Президент России по этому случаю выступил с обращением, в котором обозначил основные приоритеты нашей вахты. Девиз российского председательства – укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В течение года планируется провести более 200 мероприятий по трем ключевым направлениям сотрудничества. Это политика и безопасность, экономика, финансы, культурно-гуманитарные контакты. И кульминацией председательства станет саммит объединения. Он пройдет в октябре в Казани. Повестка для нашего председательства весьма насыщена. Одна из важнейших задач – это обеспечение интеграции новых членов, созданных в рамках объединения механизмов, без ущерба их эффективности. В исполнении второй юханесбургской декларации предстоит выработать модальность учреждения отдельной категории государств-партнеров БРИКС и сформировать перечень потенциальных кандидатов с тем, чтобы представить доклад на Казанском саммите. Мы настроены также углавлять диалог с дружесными странами в формате Outreach Bricks Plus. Среди приоритетов во внешнеполитической сфере укрепления координации на многосторонних площадках, сотрудничества по вопросам противодействия терроризму, наркотрафику, информпреступности, коррупции, отмыванию денег, легализации преступных доходов. Мы будем способствовать комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, плана действий по инновационному сотрудничеству на период с 2021 по 2024 года. Мы нацелены на повышение роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, содействие и трансформация системы международных расчетов, расширение использования национальных валют государств БРИКС в взаимной торговле. И, конечно, среди важнейших направлений и содействие углубления диалога по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов. В фокусе нашей работы такие вопросы, как наращивание сотрудничества в области здравоохранения, науки, инновации, расширение контактов между научными центрами, высшими учебными заведениями. И мы продолжим обмен опытом и передовыми практиками с партнерами по БРИКС в таких областях, как цифровая трансформация, применение искусственного интеллекта. Также будем укреплять многосторонние взаимодействия в сфере инновационного развития, разработки и внедрения передовых технологий. Рассчитываем на продолжение сотрудничества с партнерами по БРИКС в части реализации совместных научно-исследовательских проектов, а также планы действий БРИКС по инновационному сотрудничеству наперед с 2021 по 2024 года. Серьезное внимание мы уделяем гуманитарному треку сотрудничества, намерены содействовать дальнейшему развитию контактов в области культуры, спорта, молодежных обменов. В частности, в июне 2024 года планируем провести спортивные игры БРИКС. Ну и анонс как раз об этом, об играх будущего 2024. Хотим обратить ваше внимание, что с 21 февраля по 3 марта текущего года в Казани пройдут первые в истории игры будущего. Примут участие в них около 2000 человек из более чем 100 стран. Создается состязание по 21 дисциплине. Данная инициатива – это уникальный, не имеющий аналогов в мире проект. Он соединяет современные компьютерные технологии и традиционные спортивные варианты мастерства. Подобный подход открывает значительные возможности до вовлечения широкой аудитории, в первую очередь молодежной, в занятия спортом через его новые формы. Мы сходим из того, что это начинание открывает новые перспективы в развитии международного спортивного сотрудничества. Для освещения первого международного мультиспортивного турнира приглашаются представители отечественных и зарубежных средств массовой информации. Аккредитация для работы на мероприятиях в рамках турнира уже открыта. Она открыта с 20 ноября 2023 года и продолжится до 5 февраля. То есть осталось чуть меньше месяца для аккредитации. Представителям иностранных СМИ, если им требуется оформление письма-приглашения для получения визы в Россию, необходимо пройти аккредитацию до 21 января. С правилами аккредитации и поведения на объектах игры будущего можно ознакомиться на официальном сайте проекта и, естественно, все ссылки будут в тексте сегодняшнего брифинга предоставлены. И мы, безусловно, ориентируем наше загранучреждение, посольство, генеральное консульство, представительство при международных организации для продвижения этой информации среди местных СМИ. И я готова ответить на ваши вопросы. Еще раз поздравляю с наступившим Новым Годом, с наступившим Рождеством, которое празднует в разные даты в нашей стране, 7 января. И, пожалуйста, с нами ли международная жизнь? Здравствуйте, Мария Владимировна. И вас тоже с прошедшими всеми праздниками. Много что произошло за это время. В частности, вот как бы вы могли прокомментировать произошедшие в последние дни риски рост напряженности на Корейском полуострове? Вы знаете, к сожалению, начало Нового Года ознаменовалось новым витком напряженности. И не только в тех регионах, о которых мы сегодня говорили, но, как вы правильно отметили, и на Корейском полуострове. Он продолжает, я имею в виду, вот этот виток напряженности продолжает, к сожалению, набирать силу. Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем результаты сейчас подобного курса. Он провоцирует дальнейшую конфронтацию. Нынешнее обострение обстановки еще раз наглядно показывает, что санкционно-силовые методы не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Только взаимоуважительный диалог, в частности, это касается и диалога США с КНДР. Конструктивное взаимодействие всех вовлеченных в политико-дипломатическое урегулирование сторон является основой комплексного решения имеющихся проблем. Спасибо большое. Еще один вопрос. Как бы вы могли прокомментировать претензии ряда армянских политиков в адрес Москвы о том, что российские миротворцы не защитили мирных жителей Нагорного Карабаха в сентябре прошлого года и допустили единичество и чистку в регионе. И вот по мнению армянских политиков, тем самым якобы было нарушено решение Федерального собрания России, согласно которому миротворческий контингент находился в Карабахе для защиты как раз гражданского населения. Вы знаете, мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, несоответствующими действительности. Странно, что они продолжаются. У нас налажен очень доверительный, хороший, плотный диалог с коллегами из МИД Армении. Это традиционный был контакт. Мы неоднократно доводили российскую позицию по поводу этих заявлений и говорили о том, что они, в общем-то, несут только новые проблемы в двусторонних отношениях и точно не содействуют ничему ни укреплению двусторонней повестки, ни решению региональных проблем. Но, к сожалению, видимо, кому-то это там выгодно. Я уж не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли это за рубежом Армении кому-то. Сложно сказать. Если вы меня просите дать этому квалификацию, прокомментировать, то мы считаем, что это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. По-другому я не могу это как-то оценить. Я просто приведу конкретные доказательства подобной позиции. Дело в том, что в постановлении Совета Федерации, Российской Федерации, это 18 ноября 2020 года, говорится, что российский миротворческий контингент направляется в регион, теперь принимает стата, в целях соблюдения договоренностей, о прекращении огня, а также, опять же, принимает стата, в избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам. У меня вопрос всем тем, кто ссылается на этот документ и в чем-то пытается обвинить Россию. Что-нибудь из этого не было выполнено? Если у кого-то найдется совесть, а в отсутствии совесть наглость сказать, что что-то из этого не выполнено, пожалуйста, факты предоставьте, положите на стол ваши аргументы, ведь их нет, кроме истерики и оскорблений теперь уже. Именно то, что было записано в этом документе и было сделано, удалось не допустить ровно того, чему посвящен был этот документ в ходе последней эскалации в регионе в сентябре 1923 года благодаря профессиональным действиям российских миротворцев. При их активном посредничестве 20 сентября 1923 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и проведены переговоры между представителями армянского населения Карабаха и азербайджанских властей. Наши российские миротворцы предоставляли укрытие для мирных жителей, осуществляли доставку гуманитарной помощи, организовали медицинскую эвакуацию. И никто не имеет права их оскорблять. А тем, кто будет их оскорблять, мы дадим ответ. Что касается утверждения о этнической чистке в Карабахе, опять же, хотелось бы предоставление каких-либо фактов. Если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают, так сказать, авторитетной, ну, например, Организация Объединенных Наций или какой-либо другой организации, вот если есть хоть какой-то документ или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные этнические чистки были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ. Со своей стороны, мы не раз отмечали важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, основываясь на заявлениях Баку. Мы фиксировали необходимость надлежащего обеспечения права карабахского населения, я имею в виду армянского населения Карабаха, обеспечения не только прав, но и, главное, безопасности, и готовы оказывать всемирное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Спасибо большое. Идем дальше. С нами Лилия Новости. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас два блока с вопросами. Первый связан с тем, что глава МИТ Армении Мирзаян заявил, что Ереван усматривает регресс по некоторым статьям текста мирного договора с Азербайджаном. И в связи с этим примечательно, что накануне рядом форумагентств сообщили, что в Армению прибыл совет в Госдеп США под переговором в Закавказье для подготовки переговоров с Баку в США. И в связи с этим, ввестно ли в Москве, какие именно положения текста договора Армения считает регрессом? И могло ли такое заявление Мирзаяна иметь, скажем так, навязанный характер и быть следствием визита советника из США? Вы знаете, я думаю, что любые оценки о регрессе или о прогрессе, или о стагнации, которые дают представители официального Еревана, представители Армении на официальном уровне, это абсолютная прерогатива этого государства. Мне кажется, что правильнее узнать подробности у армянских коллег. Они еще раз подчеркну, как представители суверенного государства имеют безоговорочное право на то, чтобы давать собственные оценки. Наверное, действительно, некая связь может быть усмотрена в том, что подобные выводы последовали сразу после визита американского посланника в Ереван. Но это уже, опять же, вопрос, так сказать, к Армении. Эти вопросы должны решаться между армянским обществом, между армянскими государственными структурами, политиками, которых избрали для реализации национальных интересов. Эти вопросы нужно адресовать самой Армении. Мы обратили внимание на высказывание главы парламентской комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Сергей Заханданяна о том, что переговор на площадках в Вашингтоне и Брюсселе, прямая цитата, имеет международный авторитет, и это добавляет им легитимности. Знаете, в стремлении понравиться Западу все-таки нужно не доходить до края и не срываться в абсурд. И у меня такое ощущение, к сожалению, что ряд людей, которые заявляют подобные вещи, просто утратили чувство меры. Это не вопрос нашего непонимания подобной позиции. Ни в коем случае. Мы и не такое видели. Это вопрос, очень важный, опять же, для самой Армении. Безальтернативная дорожная карта для установления действительно устойчивого мира на Южном Кавказе — это комплекс трехсторонних договоренностей России, Азербайджан, Армения на высшем уровне, которые были заключены в период с 1920 по 1922 года. Вашингтон и Брюссель либо их прямо копировал, напомню, тем, кто говорят о большей легитимности вашингтонских и брюссельских площадок, либо переначивали в угоду собственным конъюнкторным интересам. О какой легитимности таких псевдопосредников вообще может идти речь, при том, что коллективный Запад во главе США занимается откровенным наддругательством, над международным правом, провоцирует войны, конфликты, устраивает цветные революции, навязывает всем выдуманные самими западниками правила, которые никто никогда не видел и не читал, разрушает государственность, суверенных и независимых стран. Но еще очень важный момент. А если что-то на Вашингтонской и Брюссельской площадке будет обсуждаться, что, например, будет идти в разрез с национальными интересами Армении, потом не вспомнят ли о заявлениях подобных политиков, о том, что сами эти площадки придают заявлениям и документам большую легитимность? Надо просто знать историю. Надо знать историю своих стран, своих регионов. Надо знать всемирную историю, коль скоро занимаешься международными отношениями. И многие самые лучшие и самые верные друзья, как они сами себя квалифицировали, Вашингтона, потом становились не просто врагами Вашингтона, а их мишенями, целями для уничтожения. Я напомню, что многие представители стран, законные, легитимные, избранные народом, то же самое Ближнего Востока, Персидского залива, Северо-Африки, были ближайшими партнерами и союзниками Белого дома на протяжении десятилетий, а потом этим же Белым домом и свергали своих постов. Поэтому, еще раз говорю, это не вопрос нашей только оценки, это вопрос национальных интересов и национальной безопасности самой Армении. Применительно к арменно-азербайджанской нормализации, мы все видели, чего стоит западное посредничество, это факты. Ведь именно на саммитах под эгидой Европейского Союза в октябре 1922 года в Праге, затем в мае 1923 года в Брюсселе армянская сторона признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, полностью позабыв о необходимости обеспечения прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Чем это все закончилось, вы все прекрасно знаете. К вопросу о легитимности площадок. И заключительный вопрос. В первые дни Нового года по лентам информагентства распространились кадры из Еревана, где группа молодых людей в неонацистах-тимволике беспрепятственно, не скрываясь, проводят марш. Как вы могли это прокомментировать? Да, мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествие группы фашистующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали участникам сходки, которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии. К сожалению, вызывает отсутствие должной реакции властей Армении правозащитных структур. Мы убеждены, что необходимо пресекать любые проявления нацизма, пресекать их на корню, неустанно бороться с фальсификацией истории. Почти 80 лет назад русские, армяне, представители других народов, народностей, национальностей, конфессиональных групп одержали победу над фашизмом, встав в единый строй в годы Великой Отечественной войны. В наши дни Армения совместно с единомышленниками выступает в Генеральной Ассамблее ООН в поддержку ежегодной российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Мы знаем об этой принципиальной позиции наших друзей, наших братьев в Армении. Сохранение исторической правды — это действенный инструмент по предотвращению возрождения коричневой чумы, за искоренение которой плечом к плечу сражались такие выдающиеся деятели, как Георгий Жуков, Иван Баграмян, Александр Василевский, Иван Исаков и многие другие славные представители народов России и Армении вместе с другими народами Советского Союза. Так, с нами ли Рейтер? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. У нас два вопроса. Первый, более актуальный. Вчера появилась публикация Bloomberg о том, что Белый дом... О, что-то новое. Извините. Вот скажите мне, мне просто интересно, правда, извините меня, это действительно для меня что-то такое чрезвычайное. Как может допустить Рейтерс цитировать конкурентов? Ну скажите мне. Да, иногда и такое случается. Я желаю вам в Новом году цитировать самих себя. Спасибо большое. От души. В общем, да, Bloomberg написал со ссылкой на документ, оказавшийся в их распоряжении, документ Совета нацбезопасности США, о том, что Белый дом якобы одобрил конфискацию активов РФ на общую сумму порядка, ну если в рублях, порядка где-то 300 миллиардов рублей. Собственно, как МИД может прокомментировать эту публикацию? Ну, мне кажется, лучше фраза, чем незабвенная, крылатая, ставшая уже, мне кажется, настоящим мировым слоганом выражения Виктора Степановича Шириномырдина не было такого никогда. И вот опять в данном случае подходит лучше всего, потому что воровство государственной, частной, общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями. До этого, правда, это называлось по-другому. Пиратство, например, потом оно было легализовано, теперь это вот пиратство 21 века, на мой взгляд. Мы неоднократно комментировали данную тему, я могу еще комментировать, нет ничего нового в принципиальном отношении Вашингтона к подобным вещам. США изначально были среди главных сторонников Российских суверенных резервов и смогли втянуть своих сателлитов, в первую очередь, из группы 7, в совершении этого вопиющего шага. Теперь же на фоне растущих трудностей с обеспечением финансирования, финансовой поддержки киевского режима, работа западников по поиску любых средств, источников его содержания активизировались, теперь это уже в практической плоскости все будет рассматриваться. Я, кстати говоря, призываю всех и сейчас апеллирую и к средствам массовой информации и к спикерам все-таки говорить не о замороженных активах, не о блокировке активов, а воровстве, краже. Давайте называть вещи своими именами. Стремясь завладеть захваченной российской госсобственностью, Белый дом явно хочет создать подобие юридического прикрытия планируемой кражи. Я еще раз хочу обратить внимание, ведь это же не связано никаким образом с принципиальной позицией Вашингтона в связи с ситуацией вокруг Украины. Ничего подобного, они же раньше то же самое делали. У нас пять объектов недвижимости точно так же, ну, как мы раньше говорили, заблокированы, теперь мы говорим прямо, захвачены Вашингтоном. Они являются объектами собственности, так еще и с дипломатическим иммунитетом. Это объекты в Нью-Йорке, это объекты недалеко от Вашингтона и в других точках США, за которые были заплачены деньги, которые являются собственностью еще со времен Советского Союза, за которые платились и соответствующие взносы, налоги и так далее, и так далее. Никогда на протяжении десятилетий ни у кого с американской стороны не вызывало никаких замечаний и нареканий. Но они же были изъяты, захвачены рейдерским способом. Вот, в частности, американцы, в том числе методами информационного воздействия стремятся теперь уже сподвигнуть Европейский Союз, где находится значительная часть замороженных отечественных средств, первой совершить жесткие нелегитимные действия, чтобы Европейский Союз принял на себя все неминуемые негативные экономические, юридические, моральные последствия такого шага. И в этом плане интерес Вашингтона в затягивании конфликта на Украине, который, среди прочих, заключается в том, чтобы немытьем, такатанием заставить своих сателлитов рано или поздно пойти на столь радикальную эскалацию, закрепить изоляцию Европы от нашей страны. Я напомню, опять же, исторический пример десятилетней давности, ведь санкции против России Европейский Союз принял после антиконституционного переворота на Украине именно под давлением США. Лично Байден, тогда, будучи вице-президентом Штатов, заявил открыто во всеуслышание, что заставил Европейский Союз пойти на подобные антироссийские меры. А Штаты несколько лет от таких подобных санкций в отношении нашей страны воздерживались, наращивая двусторонний, кстати говоря, торгово-экономический оборот. Поэтому сейчас действительно мы видим попытку Вашингтона навязать очередное антироссийское решение Европейскому Союзу, дабы закрепить изоляцию ЕС от нашей страны. Также хотел бы напомнить, что изъятие наших суверенных резервов чревато пагубным последствиям для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые, вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов, пойдут на подобный шаг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok